Это был второй секрет, как стать миллионером. Абсолютно верно. Не дуркуй, будешь как отец в полиции работать. А почему все-таки ты рекомендуешь мужчинам заниматься этим бизнесом? Моя супруга спросила, говорит, что-то с тобой не так. Ты, говорит, нашел уже женщину? Первый миллионер компании Джоэль Торсистам. У-у-у! Слушайте, на самом деле это классно. Тимур Булат, поздравляем тебя с таким знаковым статусом. Даже не статусом, это на самом деле большая проделанная работа. И что именно ты стал первым человеком компании Джоэль. Все Тимур Булата знают. Тимур Булат проводит вебинары, Тимур Булат проводит марафоны, проводит презентации, занимает активную жизненную позицию. Вы себе спрашиваете, как стать миллионером. Ребят, занимайте активную жизненную позицию, у вас все будет шикардосно. Да, Тимур Булат? Абсолютно верно, я с вами согласен. Давайте немножко... Тим, сейчас тебе задам вопросы, чтобы с тобой люди больше познакомились. Скажи, пожалуйста, откуда ты вообще родом? Я родом из Караганды, это индустриальная столица, это столица шахтеров. Это центральный Казахстан, так что я из Караганды. А где сейчас проживаешь? На данный момент нахожусь в Алматы. В Алматы я приехал намеренно для того, чтобы развивать нашу площадку Турсистем. Хороший выбор. Почему именно Алмата? Ну, Алмата это такой теплый город, менталитет особенный, люди добрые. Ну, короче, атмосфера, природа классная, горы здесь офигительные. В общем, ребята, секрет номер два. Все езжаем, едем в Алмату, там люди добрые, строим бизнес там. Это был второй секрет, как стать миллионером. Да, абсолютно верно. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет вообще, замужем ты, нет, женат ты, да, как бы мальчиком-другой? Сколько у тебя детей? Ага, мне будет буквально через 6 дней 43 года, 18 декабря. Отлично, слушай, классный подарок вообще у тебя на день рождения, шикарный. Да, наверное, вот за последние 7 лет я впервые, наверное, день рождения отмечу вообще, хотя я не отмечаю его. Ладно, несу. Я отец троих детей, дети у меня уже взрослые, старшему сыну моему уже 20 лет и младшему моим дочкам уже по 17 лет, двойняшки. Так что... По тебе не скажешь. То, что я отец троих детей или то, что мне 43 года? Еще и таких взрослых детей. А, ну, так что вот. Пошутил бы, но промолчу. Так что вот, вкратце с ними рассказываю. А кто-то вообще по образованию, вот расскажи, что закончилось. Давайте немного о себе, бэкграунд. Я работал 12 лет в органах миграционной полиции, то есть у меня такой бэкграунд. В 32 года я уволился оттуда, понимая о том, что это не мое, потому что нас воспитывали в рамках выбор без выбора. Когда я матери покойно сказал о том, что я хочу быть художником, мне сказали, не дуркуй, будешь как отец в полиции работать. Это наша династия, надо долг выполнять. Я говорю, ок, буду служить отчизне. Ну, 12 лет я проработал в органах, и я понимал о том, что моя жизнь проходит мимо. И я с детства мечтал быть художником, шить, кроить, рисовать. Я отучился после того, как уволился, открыл ателье, прошло полтора года занимался творчеством, заработал минус 15 тысяч долларов. И я понял, что это не мое на данный момент. Почему? Потому что не было у меня опыта в сфере ведения традиционного бизнеса. Я опять же устроился в Найн, пошел работать в университет, в один из ведущих национальных университетов Казахстана. Занимался коммерциализацией технологии. Там получил еще два образования зачем-то, думая о том, что это прибавит зарплату. Ну, в итоге... Помогло? Зарплату прибавило? Нет. Корочку прибавило. Хвастаться больше было. Не один диплом, а три диплом показать, да? И в 2015 году познакомился с идеей вообще концепции сетевого бизнеса. И тогда я понял, что все-таки сетевой бизнес дает возможность. И вот с 2015 года я буквально уже 4 года развиваюсь активно в сетевом бизнесе. А в каких компаниях был? Товарные, бестоварные? Что у тебя? Нет, я в товарных не был. Tor System является моим третьим проектом. Предыдущие два проекта – это также были онлайн-бизнес. Первый проект – это CRM-система по оптимизации маркетинга UDSG. И второй проект – это был Incruzis. Оба проекта достаточно имеют свою хорошую сторону, но GL Tor System в плане сравнения по всем параметрам выигрывает. Он экологичен во всем. Если в предыдущих двух проектах нужно было реально впихивать, ну реально впихивать, потому что деньги нужны. А GL Tor System он удобен тем, что с любой точки к человеку можно подойти и решить любой вопрос, уже не обмалывая, не манипулируя, не используя какие-то инструменты для того, чтобы лишь бы продать. Так что вот. Как ты вообще узнал о компании GL? Как ты сюда попал? Расскажи нам, пожалуйста, свою историю. О компании GL Tor System я узнал в январе. Об этом мне рассказал любезно Ожас. Ожас сам только-только подключился, и, соответственно, я Ожас идею не услышал. Мне она показалась, как будто это очередная финансовая пирамида на рынке, потому что он мне показывал маркетинг план. Я сказал, Ожас, говорю. Нет, не интересно. Я пирамиды не понял. Слишком много денег, да? Да. Слишком было много денег. Я на тот момент не думал. То есть они мне нужны были, но на тот момент я как бы не зацепился на деньгах. И потом спустя какое-то время еще раз, еще раз мы с Ожасом в одном и том же месте пересекались. Я понимал, что это не просто так. Он попробовал, то есть он рассказал еще раз идею. Я услышал о том, что тут есть тренинги. Но опять же я был под давлением эго. Я сказал, что за 5 лет я столько тренингов прошел, говорю, что обучение у меня вот здесь стоят. Честно говорю, обучение мне неинтересно. А на тот момент рядом... Дима, секундочку, секундочку. Те, кто внимательно слушает, они услышали то, что только сейчас, только что прозвучал третий секрет. Кто понял, какой секрет будет, чтобы стать миллионером, пишите в чате. Продолжай. И на тот момент рядом со мной находилась Гульмира. На данный момент мой куратор. Она сказала, Тимирбулат, мне идея нравится. И маркетинг хороший, и обучение интересно. Я говорю, ну окей, гол. Я тебя, говорю, не держусь. Гульмира, соответственно, подключилась. И спустя буквально две недели после обучения Гульмира, это был уже конец марта, 19 марта, мы с Гульмирой общались. И у Гульмира я вот прочувствовал некие изменения. И вот Гульмира так намекнула. Говорит, да это же те обучения, которые я купил. Я говорю, да. Я тут же звоню Олжасу, говорю, Олжас, срочно лети, мне интересно. Олжас приехал, я заставил открыть его модули, хотя он сопротивлялся, он сказал, что это надо покупать. Я говорю, давай открывай, говорю, ничего не знаю. Он открыл модули. И вот тогда я понял, что надо покупать. Думаю, что-то интересное есть. И вот буквально в течение нескольких дней мы купили модули. Сразу хочу сказать о том, что на момент приобретения, желания приобрести модули, у меня не было денег вообще. Я настолько находился в такой тупиковой ситуации, я не понимал, что делать. Эго раздувало, всего хотел. Был на нуле, прям капец. Не то, что на нуле, я там в минусе был. Я несколько дней искал деньги, 101 долларов. Представляете? Но когда я купил модули, это было 19 марта, я закрылся на три дня дома, изучал модули. Первоначально они не заходили, потому что было сложно воспринимать информацию. Но тем не менее, я понимал о том, что что-то есть. И буквально на третий день я сразу тут же получил результат. Я понял, что модули работают. А какой ты результат получил? Результат того, что мой старший брат позвонил мне сам, начал просить прощения. Мы пять лет с ним не общались в силу того, что когда его дочь выходила замуж, я уехал на очередной тренинг, он обиделся на меня. Ну, у казахов такое бывает. То есть он мне сказал, что у меня врачишки больше нет, какие я попытки не делал бы, сколько тренингов не приходило, сколько я извинений не просил бы. И это меня всегда гложило о том, что у меня нет отношения с братьями. И вот буквально спустя три дня, когда я успокоился, об этом думал, сам брат позвонил, попросил прощения. Он сказал, давай будем общаться. И тогда я понял, что все-таки мое состояние как-то повлияло. Ну и дальше больше. Вот таким образом я первый результат получил. Я на тот момент понял, что все-таки обучение дает именно результат, кому актуален на тот момент. Ну, у кого что болит. Ну, у кого-то деньги, у кого-то здоровье, у кого-то отношения. На тот момент у меня были отношения натянутые с братьями, и у меня как раз был период развода со своей супругой. Ну, про супруга это уже вторая часть, это уже другая история. Приходите на мой тренинг. Да, на самом деле, буквально спустя две недели у нас был судебный процесс развода окончательного, где мы с супругой должны были взять официальную бумагу. И когда я пришел на суд, мы до этого с супругой прямо с собой разговаривали, прямо здрасте. Но ради детей мы это терпели, и, соответственно, нам приходилось сохранять какие-то рамки приличия. Но, тем не менее, мы друг друга ненавидели. Это я прямо хорошо помню. И когда я пришел на судебный процесс, я отнесся достаточно спокойно. Я уже супруге желал благости, я ей прямо искренне желал, чтобы она нашла второго мужа. И прямо вот реально был настроен на то, чтобы по мировой расстаться. И после того, как мы получили бумагу на руки, моя супруга спросила, говорит, что-то с тобой не так. Ты, говорит, нашел уже женщину? Я говорю, нет. Говорю, а почему тогда ты так спокойно себя ведешь? Я говорю, ну, я искренне тебе желаю. Не верю. Что ты там делаешь? Ты на травах сидишь? Я говорю, нет. Ну, то есть, как бы шутку-шутку. Мы от здания суда пешком дошлись до дома. У нас что-то опять по-новому пошло. Так, смотри, Тимур Плат, тихонечко. Сейчас наших девочек запутаешь. Во-первых, ты миллионер. Молодой. Вопрос, свободный или не свободный? Нет, я не свободен. Я не свободен, почему, да. После этого наши отношения с супругой просто выросли на новый уровень. Так что это один из мощнейших результатов. И вот после этого все. Микрофон вам, коллега. Не буду перебивать. Смотрите, сейчас у нас только что вы услышали два результата. Во-первых, налаживаются отношения с родителями, с детьми. У Тимур Платы произошел результат с братом. С братом, с братими, да, с братом. И с супругой восстановились отношения. Ребята, вообще, результат реально огонь. Потому что многие ходят по тренингам, как улучшить все отношения, там, как бы с супругом, с супругой, да, и т.д. Все элементарно. Знание Торсиста вам в помощь, ребят. И сразу, смотрите, третий вопрос. Никто из вас правильно не ответил. Это настойчивость. То есть для того, чтобы стать миллионером, третий секрет – это будьте настойчивы. Запомните это. Запишите себе в суперадочку. Обязательно. Так, когда ты получил первые деньги в Джейл Торсистом? Первые деньги я получил буквально спустя шесть дней. Так получилось, что в моем окружении появилось. Я рассказывал своему другу, бизнес-тренеру, о том, что здесь такая классная идея. Но я тогда рассказывал не с позиции, а донести продукт. Я просто думал, может быть, мы с ним, как два эксперта в своей области тренерства, объединимся и что-то, может быть, что-то замутим. То есть у меня тогда были на тот момент свои меркантильные планы насчет него. А он пришел как раз на встречу со своим другом. Друга зацепило. Презентацию проводил Олжас, и, соответственно, вдруг его услышал. Спустя несколько дней он сам набрал, говорит, слушай, я хочу купить обучение. И, соответственно, он купил, и я подумал, ну, прикольно. Окей, но не стал заморачиваться. Но после того, как пошли уже какие-то реальные внутренние трансформации, я думал, надо всем рассказывать. И я просто тупо брал телефон и звонил, и на эмоциях просто доносил идею. И буквально спустя какое-то время, там, может быть, я, наверное, за первые две недели подключил где-то около 20 человек на разные модули. Около 20 человек. Это за какой срок еще раз? Это буквально за две недели. Две недели 20 человек. Ребята, смотрите, вы сейчас услышали четвертый секрет, как стать миллионером. Берите телефон и звоните знакомым. Те, кто говорят, что списки, контакты знакомых не работают, врут, работают. Да. Я подключился не только из-за того, что продукт реально крутой. Во-первых, я его закрепил изнутри, то, что он работает. Ну и, во-вторых, я начал прощупывать деньги. То есть я почувствовал деньги, но на самом деле я вообще не понимал, как работает тренар. Потому что у нас были такие кабинетные ситуации. Вроде бы мы в мыслях понимали, что мы где-то там-то, там-то столько заработаем. Мы открываем кабинет, а денег нет. Я звоню Гудмире ужасно, говорю, что за трэш происходит, почему, где мои деньги. То есть я иногда периодически впадал в мир 3D. Я понимал, что мне нужны деньги и, соответственно, понимал, что там есть деньги. В итоге деньги где? Где были деньги? Деньги были в тренаре. Но спустя, ну, конечно, я уже почувствовал после 4-5 регистрации, что деньги реально есть. И я вот просто начал именно на этой волне, на эмоциях того, что продукт работает. И почувствовав деньги, что они реально чувствуют, я начал рассказывать. Но я не делал акцент на деньгах. Я просто ребятам говорил, слушай, у меня были такие результаты. Я то-то-то получил. Я реально делал акцент на своих результатах. Потому что я понимал о том, что если это мне помогает, и, соответственно, у большинства людей все равно где-то есть затык в отношениях. То есть я делал акцент на этом. Но то, что у меня все-таки был бэкграунд того, что надо находить потребность человека, и, соответственно, я понимал, обзванивая людей, какие у кого есть проблемы. Ну, у кого-то проблемы с деньгами, у кого-то отношения с мамой, у кого-то с мужем, у кого-то с детьми. То есть я через их болевые точки выходил. Говорю, слушай, лично мне в этом помогло. Я больше чем уверен, что оно тебе также поможет именно в решении твоего вопроса. И все. И люди безоговорочно покупали, сразу заходили. И, соответственно, вот такой результат мы сделали первые несколько недель. Скажи, пожалуйста, ты как перешел в Джоэль? Ты где-нибудь еще работаешь? Нет. Нет. Сначала я пытался совмещать с Incruzis, потому что он в тот момент был активным партнером компании Incruzis. Я думал, что эти знания я буду здесь использовать и зарабатывать деньги в Incruzis. После того, как я здесь прочувствовал деньги, я думал, зачем мне заморачиваться, когда есть реально крутой продукт, реально крутой маркетинг, и нет необходимости ежемесячно пополнять свой товарооборот, делать какую-то активацию, еще как сидеть туроператор, обзванивать, напоминая о том, что надо пополнить счет. Я думаю, зачем? Зачем такие лишние действия, когда здесь ты можешь решать вопросы людей, быть полезным, помогать им. И вот реально тогда прочувствовал. Тогда мы вот с Олжасом начинали садиться, писать стратегии различные, как, где, почему и далее. Вот просто мы создавали синергию и просто реально просто с Олжасом приходили в одно заведение, проводили презентацию в районе вокзала, как мы шутим, не было денег на проведение встречи. Мы просто тупо приходили, вместе объединялись и обозванивали. Вот именно вот эта поддержка взаимопомощность друг к другу, она нам дала вот прям хороший результат. Скажи, пожалуйста, а почему все-таки ты рекомендуешь мужчинам заниматься этим бизнесом? Вообще у тебя в структуре кого больше, мальчиков или девочек? Так, так, так. Ну, по общей статистике, конечно, больше женщин. А кто больше денег зарабатывает, мальчики или девочки? На данный момент мужчины все-таки. Мужчины. Почему ты рекомендуешь мужчинам работать? Мужчинам хочу сказать о том, что это реально крутой, серьезный бизнес. Я знаю, что женщины любят умных мужчин. Вот эти знания, они реально пополняют именно голову мужчины правильными вещами, нужными вещами. Потому что благодаря этим знаниям ты как мужчина растешь. Ты расправляешь плечи буквально, в смысле физически. Тебя приятно слушать. Это прям завораживает женщин. Вот я реально без всякой ложной скромности скажу о том, что, может быть, я не наделен такой божественной красотой, чтобы очаровывать тех женщин, но... Ты посмотри, сколько лайков идет. Благодарю. Искупайте эти пропулата лайками. Благодарю, благодарю. Просто я хочу привести примеры того, что когда я начал проводить презентации вот именно в женской половине, от многих женщин я получал комплименты. Тем другом, от вас приятно слушать. Насколько вы говорите правильные вещи. Не то, что умные, а правильные вещи. Хочется прямо с вами находиться. Я тогда думаю, опа, как это все-таки пополнять. Если мы до этого получали знания на различных тренингах и приходили с позиции учить человека, а здесь с JL Tour System ты не с позиции учи, а именно с позиции просто быть здесь и не доказывая никому, ты просто чувствуешь, что ты нужный. То есть даже здесь в этот момент не нужно доказывать и лезть из шкуры вон, обозначая себя, что ты тут личность какая-то. Вот это я прямо осознал. Почему мужчинам это нужно? Мужчинам нужно. Потому что в первую очередь мы ориентир для всех. Для детей, для женщин, для вообще другой стороны, для мужчин тоже. Но в том плане имею в виду, мужчины между мужчинами состязаются. Они не состязаются с женщинами, а женщины ориентируются на мужчин. Хотя мужчины живут ради женщин. Вот так все запутанно, да? Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, а твоей жене сейчас нравится, сколько ты денег зарабатываешь? Она в курсе? Она в курсе. Ну, в принципе, у нас с женой никогда не было именно такого понимания, кто сколько зарабатывает. Даже когда мы поженились, по умолчанию у нас всегда было. Моя супруга всегда говорила, а твои деньги, мои деньги, то есть твои деньги, это общие деньги, мои деньги, это мои деньги. Я говорю, окей. Настоящая женщина. Да, то есть в этом плане. Круто. Моей супруге, наверное, больше нравится не в том плане, то что... Нет, конечно, ей приятно, то что я... На мне заканчиваются все материальные вопросы. Ну, то есть коммунальные услуги, покупка, оплата, там, вещи, дети. Ой, Тима, Тима, ну что ты тут мелочишься? Знаем, сколько ты зарабатываешь? Миллионер компании, какие-то коммунальные услуги. Ты вообще... Нет, но в том плане, я имею в виду, скажу... Хочу сказать, моей супруге больше наряд, скорее всего, не то, что я начал больше зарабатывать, а то, что ей приятно со мной общаться. Сейчас у нас есть... Мы в разных городах, но тем не менее, мы каждый день имеем привычку по утрам общаться. Вот просто нереально круто получать комплименты от своей супруги такого характера. Я тебя благодарю, потому что ты у меня есть. После каждого нашего разговора у меня приходит свет в мою душу. И знаете, это как реально мотивирует для того, чтобы просто с ней общаться. То есть женщинам, наверное, не деньги нужны, а просто нужно ощущение того, что ты рядом. И что ты всегда ответишь ей на любой вопрос. Мне кажется, это как раз секрет из другой немножечко оперы, как иметь классные, хорошие, гармоничные отношения. Поэтому, девочки, делайте признание, комплименты и мужчинам. Мальчики, делайте комплименты и признание своим женам. Это реально сближает и улучшает отношения на многие годы. И это очень классный пример для ваших детей. Да, я еще хочу... Можно я еще добавлю чуть-чуть дополнения? За 20 лет совместной жизни моей супруги просто в восточных в менталитетах женщины, а в женщинах воспитывают сдержанность, то есть не показывают лишний раз эмоции. И на протяжении многих лет я всегда недоумевал, даже имел претензию, говорить это в лицо своей супруги, что она недостаточно проявляет свои эмоции. И моя супруга всегда отвечала, говорит, я всегда радуюсь про себя. Если ты это не видишь, это не моя проблема. Ну, то есть, исходя из этого, у нас было непонимание. Когда я начал обучаться, спустя какое-то время, когда мы с супругой на расстоянии одновременно посмотрели по один вебинар, который называется «Мужчина и Веста», после просмотра этого вебинара моя супруга написала огромное полотно благодарности и огромное полотно прощения. За 20 лет этого никогда не происходило. Сколько я тренингов не приходил бы делать такие попытки для того, чтобы у нас гармонизировались отношения, моя супруга всегда крутила в виска. Очередной раз какой-то тренинг, какой-то от себя тренер надоумил, но в этот раз был абсолютно по-другому. Я просто, когда читал ее слова благодарности и прощения за 20 лет, у меня просто текли слезы на глазах. Я даже думал, блин, все, я желтым. У кого еще есть сомнения, что Торсистом действительно меняет жизнь людей? На самом деле сейчас в интернете много отзывов, много всего, да? И Тимур Булат как раз один из примеров, что действительно все работает, потому что тренингов сейчас есть много, а результатов мало. Торсистом это наоборот. То есть, поэтому заходите в Жаль Торсистом, рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Всех улучшатся отношения однозначно. А если улучшаются отношения, то любовь, мир, все классно в семье происходит. Что вот. Пишет, этот эфир нужно оставить золотых. Обязательно оставим. Скажи, пожалуйста, а чем тебе еще вообще нравится, какие плюсы того, чтобы заняться бизнесом, Жаль Торсистом? Что именно тебе еще нравится? Как тебе моментальные выплаты за каждого партнера? О, это вообще супер. Это вообще нереально круто. На самом деле, когда вот такие бонусы, плюшки жирные имеешь, оказывается, вот благодаря этим знаниям, ты, конечно, тебе самое главное не будет сносить крышу. Во-вторых, ты будешь всегда благодарен за то, что моментальные выплаты. Иногда бывает такое, что когда человек начинает зарабатывать большие деньги или же пользуется этим плюшками, он просто перестает ценить плюс этого нашего бизнеса. Моментальные вознаграждения, это очень круто. Очень круто. Самое главное то, что тебе не будет сносить башню. Вот это самое крутое. Это, кстати, один из причин, почему мы выбрали именно систему Торсистом в нашей компании, потому что действительно, когда люди зарабатывают очень много денег, у некоторых сносят крышу, и чтобы этого не происходило, мы как раз внедрили этот замечательный продукт Торсистом, который не только держит голову в норме, но и гармонизирует все сферы жизни, которые вокруг нас. Да. Просто были у меня в прошлом первом проекте, когда мы выходили на хорошие чеки, мы начинали, как говорится, показывать, пиарить, тыкать каждому в нос, ты кто такой, я кто такой, то есть реально нас сносило, нас просто нереально сносило. Спустя какое-то время, когда эти чеки упали, мы начали задумываться, почему, почему так случилось. А вот здесь реально, просто ты благодарен тому, что происходит, ты благодаришь и ежесекунду идешь, думаешь, господи, боже мой, благодарю тебя за то, что ты даешь такую возможность, благодарю, благодарю. Ты даже в этот момент не думаешь, куда ты будешь тратить деньги, что ты будешь с ними делать, какие вопросы будешь решать, у тебя в голове не возблывают таких мыслей, ой, я надо быстренько пойти купить одежду или там, что это такое, то есть, как раньше, вот именно такие подребности не возникает. Начинаешь реально думать, о, классно, это можно инвестировать сюда, но сейчас пока я о таких вещах не думаю, на тем не менее, просто я хочу сказать о том, что ты просто ежесекунду благодарен и ты сейчас не думаешь о каких-то житейских проблемах для того, чтобы решать. Да, они решают, закрывают, конечно, в первую очередь, но в том плане то, что, ну, лично у меня, сравнивая прошлого Тима, не возникает мысли сейчас побежать там, набухаться, там, накуриться или там пойти потратить на какие-то фонты для того, чтобы показать о том, что ты крут. Вот, вот это самое главное, у меня нету мысли, как ранее. Понятно. Рост, как говорится, в виде, да, потому что многие, кстати, не пьешь или пьешь? Нет, я алкоголь не употребляю, благодаря Торсистем хочу сказать о том, что я бросил курить, потому что я с 18 лет курил и уже ровно три месяца не курю. Вау, аплодисменты, семеновые смайлики, плюсики, воскресательные знаки. Нашим спинам, Торсистам, они самые умные, самые красивые, самые интересные, самые здоровые и вкусно пахнущие. Да, я еще хочу сказать о том, что все-таки благодаря Торсистем к своей 43 года я пришел именно к спорту. За свои 43 года я спорт никогда серьезно не рассматривал. Может быть, какие-то промежуточные набеги, набеги в тренажер были, а прям, чтобы всерьез заниматься физикой не было. Это раз. Во-вторых, я понимал о том, что я хочу серьезный результат. Я понимал о том, что недостаточно просто быть в состоянии радости и позитива. Нужно что-то делать, именно колоссальную работу над собой. когда Александр Корнеев именно на своих фебинарах озвучил такое понятие, что такое аскеза, если вы посвятите определенную аскезу для получения какого-то роста, кстати, вот, скорее всего, вот эта аскеза и сработала. Вот именно я, вот я сейчас могу публично ее озвучить, отказавшись от сигарета, эту аскезу я посвятил именно достижению финансового роста. Пожалуйста, далеко ходить не надо. Вот эта аскеза на данный момент это сработало. Это было больше трех месяцев назад и вот, 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 пожалуйста, результат налицо. Так что благодарю Калина, Елена, Александр, вас за такие, за такие, за такой чудесный продукт. Бог с этими деньгами, самый главный продукт, да. На самом деле мы тебя тоже все-все-все благодарим, потому что мало купить модули, надо их еще и применять. И ты как раз один из примеров, что ты не только да, ты все это дело делаешь. Это очень важный секрет. Невозможно купить билет в спортзал и сказать, я в классной фигуре, надо еще и заниматься. И здесь, на территории осознанного развития совершенно то же самое. А скажи, пожалуйста, кто твой самый такой активный партнер? Ага, активный партнер у меня в команде Донат. Донат это добрый, добрый души человек. На самом деле, вот благодаря его прям вере, его поддержке моя команда имеет вот такое огромное количество и вот такую поддержку. Это просто нереально круто. Донат я тебя благодарю, не только Доната, всю его команду и кураторам отдельно посвящу пост. Так что Донат у меня самый крутой, крутой человек. Кто хочет познакомиться с Донатом, ставьте смайлики, пишите в чате и мы обязательно проведем с ним эфир. Ближайший время. Обязательно с ним пообщаться, потому что такого человека, как Доната, надо еще днем с огнем поискать. Добрый. Вот я учусь у него, то что у него есть доброта. Вот этой доброте я учусь. И еще можно я дополнение скажу, то, что в целом для того, чтобы был результат, я хочу сделать. Вот я когда вчера именно прокупивший седьмой модуль, я понимал о том, что результаты делаются только благодаря первой линии. Благодарю то, что у меня есть такая огромная команда из первой линии, которые беспрекословно тебя поддерживают, верят в тебя и за тобой прям следуют. Я вчера прям не мог нарадоваться тому, что блин, как классно то, что у тебя есть такие единомышленники, которые прям верят в тебя, доверяют тебе и то, что ты говоришь, они тебя поддерживают. И вот просто вопрос не реально. видели все, мы это видели, есть в сторисах, видели, в вечных сторисах тоже это есть, можете посмотреть, как ребята заходили и сразу покупали четвертый, пятый, шестой модуль, седьмой модуль. да, это круто, это круто, это круто. Так что вот именно для расширения первой линии, это чисто моя личная рекомендация, это просто иметь хорошее отношение с каждым человеком. Я извиняюсь, что сейчас я перехожу на позицию учителя, можно, да, чуть-чуть отступление такое сделаю на позицию учителя. Первый миллионер, хочу сказать о том, что дорогие друзья, дорогая семья, партнеры, команда, кураторы, просто я хочу именно донести до вас одну такую главную мысль, если мы реально хотим строить этот бизнес, имейте привычку строить отношения, именно хорошие, добрые отношения, какой бы человек не был бы, какое бы отношение к нему в прошлом не имели бы, или там в перспективе может, сохраняйте именно дружественные отношения, вот прям дружба основана на всем, дружба, именно искренность, вот заботиться о друг друге, и именно просто быть для него хорошим человеком. Сейчас я вам, да ладно, все, это отдельно на вебинаре я вам покажу один мощный лайфхак. Это был пятый секрет, как стать миллионером. Класс. Дима, раз уж мы перешли к команде, скажи, пожалуйста, сколько у тебя первая линия, насколько она широкая? На данный момент 50 человек. Я уже 2,5 минуты. Это сколько? 7 месяцев? 8? Еще раз повтори. Это 8 месяцев, если прям четко брать, это 8 месяцев. 50 человек, это в первой линии. А в общем, количество в команде уже 450. Подожди, 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 секундочку. Те, кто внимательно слушает, записываем шестой секрет. Широкая первая линия. Так, из этого никак. Общая команда сколько? Общая команда 450. 450 за 8 месяцев. Представляете, какой классный результат. В бинаре есть? Еще раз. В бинаре есть? А, в бинаре, да, есть. Основная команда, которая активно строит команду, они практически все в бинаре. Не то, что практически, 90% в бинаре. Вот сейчас у меня благодаря донату одна ножка прям убежала. Из-за этих 450 человек, более 200, почти 300 человек, это доната структура. Просто я хочу прям низкий поклон донату, аплодисменты стоя его команде, ему лично. 300 человек, это только от него пришло. Так что, еще плюс дополнение широкой линии, ищите своих золотых корабликов. Если хотим зарабатывать, ищите своих золотых корабликов. А, это уже следующий секрет. Ищите свои золотые корабли. Золотые кораблики, это для тех, кто не в курсе, это люди, которые активно и серьезно подходят к бизнесу и идут вперед. Когда люди только приходят в бизнес, что-то может получаться, что-то не получаться. Но золотые корабли, они всегда идут вперед и достигают своих целей. Поэтому ищите именно таких людей в бизнес, рассказывайте, делитесь информацией, и они у вас обязательно появятся. Да, абсолютно верно. Ну, донат у нас и сам по себе хороший. Ну, хочу поблагодарить, конечно, всю свою команду, каждого своего личника, прям поименно перечислять не буду. Вот тут Куралай рядом сидит, поддерживает все энергии. Я покажу нам Куралай красавицу. Куралай, вот, Куралай, помощи. Куралай, поздравляем с переходом на седьмой модуль. поздравляю тебя с переходом с новым модулем. Благодарю. Я здесь слышу. Хорошо смотрю. Скажи, Тимур Булат, на каком модуле появляются такие самые, ну, как бы, интересные деньги? На скольких модулях надо быть? Если я 9 тысяч долларов делал почти 8 месяцев и вчера за один день вот так легко удвоить, у меня просто вчера мозг снесло. Как это так? У меня даже не было никаких эмоций, я даже не понял. То есть, я 8 месяцев делал чек 9 тысяч долларов, а вчера за один день просто удвоил. Потом обалдеть. Ну, конечно, седьмой модуль. Для тех, кто не смог немножечко уловить доход Тимур Булата за один день в рублях, это чуть больше полмиллиона рублей за один день. Представляете? Если брать по российским деньгам при зарплате 50 тысяч рублей, это получается экономия 10 месяцев жизни. Вопрос. Как ты воспользуешься сбереженными, скажем так, месяцами жизни? На что ты их потратишь? Я, наверное, скорее всего, буду... Твой доход ты его, скажем так, спустишь, да? И не будешь сейчас работать или ты продолжишь работать и... Не-не-не, ни в коем случае. Ни в коем случае я благодарен этим деньгам и этому приходу. Ни в коем случае, как говорится, всему свое время. Я все-таки, наверное, продолжу в таком же темпе продолжать именно работать. Потому что я пришел сюда не за однодневным заработком, я пришел для того, чтобы и моя команда зарабатывала. Сейчас наша задача именно вырастить чеки всей своей команде и, соответственно, быть в потоке. Как говорится, придет время, Новый год впереди, два дня отдохнем обязательно от души, тем более, семья приезжает. А до этого надо просто работать, работать, работать. Лично все. Я лично работать. Ни в коем случае не расслабляться. Раскрою такой маленький секрет. За вчерашний день и марбулат и донат они заработали на двоих чуть больше одного миллиона рублей. Представляете? Так, сейчас я батарейку подсоединил, ты пока говорите. На самом деле я неправильно выразился, не то, что расслабляться нельзя. Сам бизнес, он такой расслабленный. По факту, вчера, в принципе, мы не выходили из шкуры вон для того, чтобы эти деньги заработать. В процессе я как и занимался своими обычными вещами, то и делал. То есть, я сходил на тренировку двухчасовую, я сходил на встречу, погулял. В принципе, это было все без напряга. То есть, у нас не сидел, мы там не сидели прям в поте лица с пеной у рта для того, чтобы заработать эти деньги. Я вчера еще раз убедился, что эта работа просто кайфная. Даже когда вчера на встречу Кролай пригласил человека, он спросил, что вы делаете? Кролай сказал, мы зарабатываем деньги. Он удивился, мы зарабатывали деньги, просто сидя в кафе, болтая ни о чем, ну как ни о чем, о чем-то, но попивая вкусного чая, он только удивился, вы зарабатываете деньги. Как можно сидя в кафе, пить чай и зарабатывать деньги. Тогда это для меня было еще одним напоминанием о том, что бизнес не напряжен. Да, вот реально. Это как вчера тоже в чате писали, ребята, что вы делаете? Я работаю месяц и получаю один раз в месяц, а вы получаете деньги каждый день. Разве такое возможно? Да, да, это так и есть. Так что, ребят, я беру свои слова оплаты. Да, такой момент, да, потому что бизнес, ребят, действительно без офисов, бизнес без границ. Вы можете зарабатывать в кафе, в шезлонге, где угодно. Хотите, в офис идите, да, если хочется, там, в ресторане, в кафе, на бале. Деньги можно зарабатывать везде, везде, где есть интернет. Все. Да, да, абсолютно верно. Я вот сейчас завидую Улжасу, я говорю, Улжас такой пишет, блин, красавчик, ты побил рекорд, он же солнце у нас. Я говорю, несмотря ни на что, ты тоже красавчик, говорю, лежа на гамаке, покуривая бамбу, зарабатываешь неплохие деньги. Так что это тоже надо. Обычно, когда уйдешь в отпуск, да, то весь бизнес встает. Да. И ты переезжаешь к разбитому корыту с пустым кошельком и с разваленным бизнесом. С Джиэль Торсистом наоборот. Еще и твои партнеры классно зарабатывают. Да, это нереально крутой бизнес. Я бы тоже так хотел бы, лежать на гамаке и зарабатывать по 3 штук в день. Ну, ты теперь можешь себе это позволить, в любой момент времени поехать в гамак, залечь на любом острове. Скажи, пожалуйста, какой ты даже совет людям, которые только думают, стоит присоединяться, не стоит, которые выбирают, сравнивают, что ты им порекомендуешь? Что я порекомендую? Конечно, я бы выразил себя чуть погрубее, если это был бы мой друг. Если хотите, я могу озвучить, как я своим обычным друзьям говорю. Да? Говори. Ну, обычно у нас говорят, ой, это все. Нет, здесь матов нету, просто это чуть-чуть жестковато случится по отношению к моим друзьям. И когда человек начинает говорить о том, что да, это классно, клево, блин, ты молодец, это ты такой, да, мы не такие, у нас времени нет. Вот я говорю, слушай, чувак, у тебя сегодня нету времени, завтра нет здоровья, послезавтра нет тебя. Где ты? Вот я реально со своими друзьями так и общаюсь. В принципе, это я предложение применял по отношению к своим друзьям всегда, и оно хорошо заставляло их задумываться об этом. Вот реально хорошо начинало заставляло задумываться. Ну, вот, какой совет я вам дам, ребят? Ну, просто не тупите, наверное, как я в свое время. Я просто два месяца тупил, прятался от лжаса зачем-то. Прятался от денег. Прятался от денег, прятался от счастливой жизни. Сейчас я понимаю, вот благодарю лжасу, потому что все-таки он сумел достучаться до меня. Очень смешно просто. Ребят, не тупите, реально, не тупите. Кто услышит, тот меня услышит. Не прячьтесь от красивой жизни. Ребят, кому нравится совет, ставьте лайки, пишите комментарии, сердечки. Какой совет ты можешь дать тем, кто уже в компании? Извиняюсь, Галина, повторите вопрос, что-то звук потерялся. Какой совет, дай, пожалуйста, совет тем, кто уже партнер в GEL? Что ты им рекомендуешь? Рекомендую именно быть в синергии, именно быть с командой, быть с кураторами, на связи, и, как говорится, вот самое главное, быть в синергии с командой, быть в процессе обучения. Не лениться каждый день открывать модули, хотя бы один вебинар посмотреть, хотя бы практику одну сделать, быть именно в синергии, на потоке. Почему? Потому что эта волна высоких вибраций, она хорошо затягивает. Но если вы, когда выпадаете именно по решению каких-то своих домашних проблем, мир 3D вас быстро забирает. У меня просто единственная рекомендация для тех, кто реально хочет строить бизнес, будьте в потоке. Если в вашем городе нету партнеров активных, просто присоединяйтесь к нашим чатам, марафонам, вы оттуда достаточно получите. Благодаря марафону тому, что мы сейчас организовываем, я понял о том, что этот бизнес можно делать и онлайн, и с командой можно работать онлайн, и при этом не напрягаясь. Это так и есть. Единственный совет, просто общайтесь с нами. А что ты посоветуешь тем партнерам, которые хотят много денег? На скольких модулях надо быть? Однозначно 7 модулей. Однозначно 7 модулей. 7 модулей, потому что вот реально я вчера эти деньги почувствовал благодаря 7 модулям. Ну, раз, как говорится, финансы поют романсы на какой-то момент, 5 модулей это как минимум. Хотя я начинал с 3 модулей. О, я вчера понял о том, что со стартом 111 долларов за 8 месяцев, я не знаю, какой процент у меня увеличился, это именно до 18 тысяч долларов. Это просто нереально. Я чуть-чуть отцеплюсь. Старт 111 долларов, и через 8 месяцев ты миллионер. Да. А если бы старт был бы с 5 модулей, 461 долларов, то это произошло бы гораздо раньше. Да, на самом деле мы понимали, что если ты купишь больше модулей, но видите, у нас это приходилось постепенно. Мы здесь, в Казахстане, были одни, мы не понимали, как это работает, была нотка недоверия в целом, получится, не получится, пойдет, не пойдет. Но когда мы начали вот именно получать результаты благодаря инструменту и чувствовали деньги сразу же, тогда мы понимали, что все-таки большую рыбу надо ловить у большого водоема, как Александр Станиславович сказал. Наш седьмой модуль это и есть, наверное, океан, где можно ловить не только большую рыбу, и кошелоты тоже можно ловить. Все за кошелотом, которые дают миллионы. Да. Кошелоты, кстати, немного. А вдруг я всех поймаю? Прошел свой урок и набрался мудрости. Так, ребят, если у вас еще есть вопросы, задавайте эти вопросы, пользуйтесь возможностью. Сегодня у нас какой день недели вообще? Четверг? Сегодня у нас четверг. Кстати, сегодня в 8 часов по Москве у нас состоится очередной вебинар, один из вебинаров, да, они у нас проходят каждый четверг в 8 часов для тех партнеров, которые находятся от трех модулей, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Если вы еще не в компании, обязательно заходите, и вы начнете обучение уже сегодня. отлично. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Ну что, поздравляем нашего первого миллионера, обаятельного, очаровательного миллионера из города Алматы сейчас, счастливого супруга, отца трех детей, вот, и, секунду, секунду, зачем? В чате еще просто рассказать тебе про бинар. Пару слов про бинар. А, про бинар? Я покажу эмоджи, рука-лицо. На самом деле, бинар, я на процентов 70 только понимаю, может быть, на 60. Я приношу Галины извинения, я еще не понял бинара. Честно, простите, не прошу. Для тех, кто спрашивает про бинар, в бинаре там еще больше деньги, еще больше. Если по первому маркетингу, когда мы рекомендуем модули, мы зарабатываем только с двух поколений, то в бинаре доход идет со всей глубины. Поэтому те, кто приходит за деньгами, обязательно заходите в бинар и пользуйтесь возможностью улучшить свою жизнь, жизнь ваших друзей, всех близких, ваших партнеров. Там действительно, ну, там большие деньги. Что касается бинара. Так, ну что, будем заканчивать тогда наш эфир. Вопросов пока нету. Окей. Ну, просто я хочу в заключение сказать о том, что бинар, вот когда вы, Галина, вчера прописали, это ты в тренаре получил такие деньги, а в бинаре это можно получать каждый день. Вот тогда я понял о том, что все-таки бинар, он работает, потому что, ну, потому что, ну, такой человек, как Галина, она не может обманывать. Это раз. Во-вторых, вы это уже на практике показали в своих проектах предыдущих. Ну, и в-третьих, конечно, пришло время, когда мы уже нацелены строить по-серьезному бизнес, и вот этот момент, это видео зафиксируем как историческим моментом. Да, мы готовы, не то, что готовы, вчера я понял, что все-таки надо уже продавать бинар. Не важно, что я там, не знаю мелочи, детали, но я понимаю, что там... Система сама все читает, система начислит деньги, как в этом же маркетинге, и начнете понимать его, когда уже там пойдет процесс. Так что все бинар, там действительно золотое дно и бескончаемый поток денег. На этой позитивной ноте мы заканчиваем с вами наш прямой эфир с первым миллионером компании Джель Турсистом Кимир Булатом Стериковым. Прошу в чате его поздравить аплодисментами, смайликами, лайками, громкими аплодисментами. Это будет означать то, что мы все рады и все его поздравляем. Это действительно крутой, очень крутой результат. И, как правило, когда появляется первый миллионер, за ним сразу начинает появляться второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Поэтому, ребята, ребята, вопрос, кто из вас станет следующим миллионером, с кем мы следующий эфир проведем, это реальный вызов, ребят. Поэтому все возможное, все сбывается реально, как, да. Скоро ждем долларовых миллионеров. Да, скоро ждем. Кстати, смотрите, очень хорошая идея, да. Сейчас у нас перед вами сидит рублевый миллионер за 8 месяцев, да. Это 1 миллион. В тенге это сколько? Это получается 18 тысяч долларов, это 7,5 миллиона тенге. Сколько? 7,5. 7,5? Может, больше? Да, нет, 7,5 миллиона тенге. 7,5 миллиона. Скажи, пожалуйста, в Казахстане найти деньги вообще как можно жить? Можно купить квартиру. Квартира за 8 месяцев. Классная презентация, классный результат. Ребята, у кого у вас, если вам нужна квартира, если нужна квартира вашим знакомым, расскажите о возможности Джейль Турсистам. Все просто. 8 месяцев и у вас целая квартира без кредитов, без долгов. О, да. Это супер, ребят, это реальная мечта. Многие работают годами, десятилетиями до пенсии, да, до сих пор как бы живут в съемной квартире или у тещи в уголке. Да? Вопрос еще. Нужно ли мужчинам строить бизнес Джейль? Нужно? Нужно. Нужно, однозначно. Более, как вы видите, первый миллионер это мужчина. Все, ребята, тут все сказано. Хоть женщин больше, но мужчины, пока женщины думают, мужчины делают. Абсолютно верно. Поэтому на этой позитивной ноте заканчиваем наш такой зажигательный прямой эфир. Тимур Булат, благодарим тебя за секреты миллионеров. Надеюсь, все партнеры их конкретно записали. Ждем у тебя пост с этими тоже секретами, чтобы те, кто не успел записать, они его увидели. Для тех, кто смотрит вебинар в записи, обратитесь обязательно к тем людям, которые вам показали этот вебинар. Обязательно пишите Тимур Булату. До встречи в нашей дружной команде GEL Tor System. Все. Пока-пока. Пока-пока. С вами была Платонова Галина, сооснователь компании GEL Tor System и первый миллионер компании GEL. Все. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok